Это новости экономики. Я Александр Новиков. Здравствуйте. Выпуск представляет инвестиционная компания Финам. Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. По итогам прошедшей недели почти все биржевые индексы в мире закрылись в плюсе, хотя темпы прироста были весьма скромными, в пределах 1%. Китайские инвесторы всю неделю находились на каникулах, поэтому торги были довольно скучными. Очередные рекорды установили не только американские биржевые индексы, но и индексы страха и оптимизма. Индекс страха VX уже две недели закрывается на исторических минимумах, ниже отметки 10 пунктов. Это абсолютный исторический рекорд. Российский рублевый индекс ММВБ за неделю прибавил почти 1%, а индекс РТС потерял скромные 0,3%. Российский рубль в паре с американским долларом за неделю потерял почти 1% и закрылся на отметке 58 рублей 15 копеек. В то же время котировки нефти марки Brent за неделю скорректировались почти на 3%, а на российском рынке долга пока не наблюдалось существенных распродаж. Нефть в рублях держится пока вблизи отметки 3200 рублей за баррель. Котировки золота опустились за неделю почти на 1,5% до отметки 1270 долларов за тройскую унцию. Новости из США оказали существенное влияние не только на фондовые рынки, но и на рынки долга и валютный рынок. Частичное снижение политических рисков в США привело к резкому укреплению доллара на глобальном валютном рынке, к продаже американских гособлигаций и к снижению цен на драгоценные металлы. Также подскочила вероятность повышения ставки в США на декабрьском заседании. Старт нового квартала прошел в умеренно позитивном ключе и фондовым рынкам удалось прибавить еще около 1%. Всю неделю китайские инвесторы были на каникулах, поэтому волатильность на всех биржах была ниже привычной. Буквально через неделю стартует сезон отчетности в США. Очень часто в четвертом квартале работает правило покупай под отчетности и продавай по факту. Удачных вам инвестиций! Официальный курс валют, установленный Центробанком России на 10 октября. Доллар 58,32 рубля, евро 68,39 рубля.